Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Предприниматели Татарстана готовят документы. В республике стартовал прием заявок на лизинг-грант. Суть программы в субсидировании приобретаемого оборудования условия заманчивые 45% от стоимости договора лизинга для начинающих предприятий и 30% для действующего бизнеса. Организаторы ожидают большой поток желающих получить поддержку, поэтому победят наиболее тщательно проработанные заявки. Об условиях и деталях программы мы говорили в нашей студии в эту пятницу. Это флагманская программа нашего министерства экономики. То есть уже на протяжении многих лет эта программа достаточно успешно реализуется. Если говорить о предыдущих годах, допустим лет 5 назад, нам приходилось искать предпринимателей для того, чтобы им эту поддержку в виде лизинг-гранта оказать. На сегодняшний день на рубль бюджетных средств поддержки у нас 4 рубля заявителей. Поэтому на сегодняшний день у нас складывается действительно очень большой конкурс. Для чего предназначена эта программа? Это в первую очередь для того, чтобы стимулировать предпринимателей перевооружать свои производства. То есть программа «Лизинг-грант» в первую очередь рассчитана для предпринимателей, занятых производством сектора. Соответственно мы стимулируем закупку нового оборудования, деталей, механизмов, для того, чтобы малый бизнес мог быть более конкурентоспособным на рынке. То есть представители торговли и сферы услуг не могут рассчитывать на поддержку в рамках данной программы, на субсидии? Поскольку объем бюджетных средств ограничен, мы не можем помочь всем. Мы поэтому выделяем приоритет на отрасли, к которому относится в первую очередь производство. Поэтому если мы будем поддерживать производство, будет развиваться и торговля, будет развиваться и туризм, и все остальные сектора экономики. То есть если мы развиваем точно, допустим, именно ту сферу, где формируется добавленная стоимость, все остальные сферы, как правило, тоже развиваются. Если говорить о программе «Лизинг-грант», то в прошлом году сумма, выделенная обоими бюджетами, была 350 миллионов рублей. В этом году на эту программу отвели 234 миллиона. То есть процентов на 40 сократилось. Общая программа, и, соответственно, программа «Лизинг-грант» тоже сократилась порядка 40%. Естественно, даже в прошлом году у нас заявок, несмотря на то, что финансирование было больше, заявки все мы удовлетворить не смогли. То есть конкурс был примерно один к трем. Мы поэтому в этом году тоже ожидаем, поскольку финансирование уменьшилось, соответственно, и конкурс. Мне кажется, в этом году будет примерно один к пяти. То есть недовольных предпринимателей, наверное, станет больше. Зато я хочу сказать, что, может быть, более проработанные проекты, или, может быть, кому это более востребовано, те смогут получить поддержку. Можно сказать про «Лизинг-грант», то, что у нас начинающим предпринимателем, данная программа тоже работает. Начинающим предпринимателем, действующим до одного года, процент поддержки повыше, чем действующим свыше года. Это 45% от стоимости договора «Лизинга», но сумма поменьше, до 1 миллиона рублей. А предпринимателям, действующим свыше года, там, значит, процент поддержки – это 30% от стоимости договора «Лизинга», но сумма уже до 3 миллионов рублей. Что касается денег просто по составному бизнес-плану, это, опять же, надо смотреть индивидуально. То есть, если… Можно ли прийти с готовым проектом, с готовым идеей, бизнес-планом, стартапом к вам в министерство и подобрать какую-то программу поддержки, получить деньги под развитие? Ну, смотрите, если это, получается, производственный сектор, да, то мы, опять же, порекомендуем пойти по «Лизинг-гранту», потому что, в данном случае, начинающий предприниматель получает деньги вперед, да, и дальше идет он в «Лизин-компанию» и приобретает там оборудование. Это достаточно, получается, выгодно для начинающих предпринимателей. Если у него сектор непроизводственный, то он может воспользоваться, значит, программами микрофинансирования, которые также с прошлого года внедрены в Министерство экономики. У нас есть фонд финансовой поддержки, вот, и этот фонд оказывает, значит, финансирование начинающих, так и действующих предпринимателей, вот, и согласно их предпринимателям, в программе, значит, предприниматель может получить финансирование до 3 миллионов рублей и под ставку 10% годовых, но, разумеется, это уже возвратные деньги. Что касается проекта «Фабрика предпринимательства», у нас только сам положительный отзыв, потому что, в отличие от всех обучающих программ, где, значит, эти программы, они только направлены на то, чтобы прокачать, да, там, какие-то навыки, а вот проект «Фабрика предпринимательства», он направлен на то, чтобы бизнес создавался. То есть, участник программы «Фабрика предпринимательства», он приходит на проект без ничего, бизнеса его нету, придя на проект, он вместе с наставниками, значит, открывает бизнес, да, и его уже реализует. Поэтому это проект, который направлен на конечный результат. Давайте посмотрим, как развивается это сектор малого и среднего бизнеса в 2016 году. Давайте, конечно. Происходит именно, то есть, есть замедление, значит, темпов роста, это в секторе недвижимости и розничной торговли, но наметился рост, что нас очень радует в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве. Небольшой, но рост есть. Поэтому мы видим то, что мы, значит, для себя определили приоритеты это производство и обрабатывающий, значит, сектор, да, нового среднего бизнеса, мы туда делаем какие-то влияния, да, и, соответственно, мы видим результат. То есть, во-первых, количество увеличится, во-вторых, идет рост по оборотам в данном секторе. Поэтому можно сделать вывод, что та поддержка, которая оказывается, и тот план мероприятий, который мы наметили для себя, он, в принципе, дает результат. В Казани до сих пор не начаты работы по благоустройству озера Верхний Кабан и Лицкого сада. На создание инфраструктуры у столичного водоема бюджет республики выделил 200 миллионов рублей. Однако, как оказалось, на объект даже не готова проектная документация. Об этом стало известно в понедельник на республиканском совещании в Доме правительства. Вопрос о том, почему эти деньги не осваиваются, задал президент Татарстана Рустам Миниханов, руководителю исполкома Казани Денису Калинкину и своему помощнику Наталье Фишман. Лето прошло, все, пока еще-то, рабочей документации даже нет. Вообще не понимаю, что за разборки, почему такое отношение. Можно было отдать другому городу, конечно, другим районам, но столице же. Денис, вы плохо работаете. У вас 200 миллионов денег лежит, и вы ничего не делаете. Наталья, вы тоже немножко давай шевелитесь. Принимайте решение. Рустам Миниханов поручил в недельный срок принять решение по объекту. Президент также привел в пример реализованный в Альметьевске проект благоустройства городского озера. Зона отдыха, состоящая из пляжей, различных площадок, открылась в Нефтеграде буквально на днях. В целом, по программе «Парк и сквер» в республике должны быть открыты 43 объекта в 36 районах. Единственный город, где еще не начаты работы, это Казань. Утром в Благовещенском соборе прозвучало праздничное богослужение. Так, день явления Казанской иконы Божией Матери отметили в столице Татарстана. В торжественной литургии участие приняли тысячи людей. Для тех, кто попасть внутрь не смог, на улице организовали трансляцию из храма. Возглавил богослужение патриарх Московский Всеруссии Кирилл, после чего патриарх Кирилл провел за собой крестный ход до места обретения Казанской иконы Божией Матери. Там, в основании будущего собора, в честь иконы заложили первый камень. На ступенях на дороге у стен вся территория вокруг Благовещенского собора Казанского Кремля превратилась в площадку для праздничного богослужения. Попали в храм только те, кто пришли за несколько часов до начала литургии. Для тех, кто остался за стенами храма, на больших экранах шла прямая трансляция из собора. Наблюдали за ней тысячи людей. Среди них гости из Европы и Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Торжественную литургию возглавил патриарх московский в Сеяруси Кирилл. В завершение преподнес подарок митрополиту Казанскому и татарстанскому феофану и самому собору. Я хотел бы передать вам крестный и панагию юбилейный от Чеканины в связи с тысячелетием, со дня кончины святаго равнохостального великого князя Владимира. Митрополит, в свою очередь, передал патриарху образ Пресвятой Богородицы Казанской. Небольшой образ Казанской Божьей Матери. Крестным ходом двинулись верующие к месту обретения иконы Божьей Матери. Здесь возрождается собор в честь православной святыни. Теперь заложен первый камень в его основании. Мы говорим о том, что закладывая капсулу в этот собор, мы еще раз укрепляем фундамент нашей государственности, укрепляем фундамент православия. Наша общая обязанность бережно хранить и приумножать бесценные наследия, доставшиеся нам от предков. Собор будет воссоздан в том же виде, что и был столетия назад, до того, как его разрушили в 20 веке. Если люди отрицают прошлое, если они уничтожают прошлое, они разрушают фундамент, базис, некую матрицу, через которую воспроизводятся присущие данному народу или всему роду человеческому вечные и неизменные ценности. Так, в закладке камня на этой территории развернется масштабное строительство. Когда точно оно завершится, пока неизвестно. Асугсманова Роман Фенин, Новости Татарстана. Казанская икона Божьей Матери по-прежнему остается одной из самых почитаемых в мире. В далеком 1579 году после пожара в Казани, который уничтожил часть города, девочке Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Спустя годы, в 1612 году, Москву освобождали от иноземных захватчиков с казанской иконой Божьей Матери. Потом с ней одержали победу в Полтавской битве и в Отечественной войне 1812 года. Сегодня этот феномен предмет детального изучения историков, а сотни верующих почитают чудотворный образ. Что происходит у нас сейчас? Не очень простое время. Столько неволнений сейчас нестабильности в целом в мире. Посмотрите, спокойный Запад, Франция, лазурная ницца, кажется, ну там это у нас, а вот там-то все хорошо. И что трагедия? Посмотрите, весь Ближний Восток бурлит. Посмотрите, кажущаяся спокойная Америка, то есть Соединенные Штаты, все, у них, кажется, уж они-то защищены. Что там? Стреляют по полицейским, волнения идут. Мир в неком, как вулканическом пепле. А что, давай еще, Александр, и Россия, вызов России вновь брошен со всех сторон, по всем направлениям. Ну вот Россия плохая и все, что бы где ни случилось, все равно виновата Россия. Причем в спорте, в экономике, вверх, повсюду нас пытаются. Причина какая? Посмотрите. Причина совершенно простая. 90-е годы, когда Россия практически была дестабилизирована, экономика на нуле, народ обнищавший был совсем. Во внешнеполитическом направлении Россия практически потеряла вес. И Запад проморгал. Мы им тогда очень нравились такими. Не просто очень нравились. Это была мечта просто. В плохом хлопали по плечу друга Бориса, друг Линтона. И говорили, вот мы друзья навеки. А вдруг прошел какой-то период, каких-то два десятилетия. И вдруг, ну стойте, подождите, да что ж такое? Нет, не на коленях. Россия-то вон она стоит, расправляет свои крылья. Мощь-то великая, да? И последнее событие по Сирии, да? Да что это такое? Да какая это Россия? И вдруг Россия показала, что она великая держава. И по многим направлениям. И Запад засуетился. Засуетился, потому что не удалось дезинтегрировать нашу страну. И нам брошен вызов. И мы опять собираемся. Я почему подвожу? И здесь вновь воссоздание собора на месте явления казанской иконы Бога Матери. Тогда патриарх Гермоген, а сегодня святейший патриарх Кирилл в Казани закладывает собор, молится вместе с народом. Это тоже символы, символы возрождения России, как великой духовной державы тоже. Страшная статистика жаркого лета. В Татарстане с началом купального сезона, стартовавшего 1 июня, погибли 47 человек, в том числе 8 детей и подростков. Никакие запреты не мешают отдыхающим спасаться от жары на берегах ближайших водоемов. В Елабужском районе в реке Кривуша утонула 32-летняя женщина. Известно, что погибшая отдыхала на берегу в женской компании. После пикника подруги решили искупаться. На берегу реки Кривуша компания из трех девушек устроила пикник. Он стал последним в жизни 32-летней елабужанки. Женщина решила переплыть реку, однако на обратном пути ушла под воду, не доплыв до берега порядка 15 метров. По мнению спасателей, к трагедии привело ее алкогольное опьянение. Попытки сразу же поднять ее, люди оказывали помощь, не увенчались успехом. Пришлось ждать спасателей, и спасатели спецсредствами обнаружили ее через часа-полтора после того, как она утомила. У нас ни одного случая за последние 7 лет, чтобы человек утонул на городском пляже, где есть спасатели, где есть наблюдатели, где есть плавательные средства сразу же, чтобы оказать помощь и вытащить человека. Все случаи идут от купания в неустановленных местах. Жители Елабужского района знают о запрете купания в этом месте, но все же своим привычкам не изменяют. Здесь вырос, как говорится, в Елабуге, родился в Елабуге, всю дорогу здесь купаюсь. Здесь или в другом месте, туда-то уж не хожу. А вот еще одно излюбленное среди Елабужан место для купания – Старая пристань. Тоже, кстати, не санкционированное. Мусор и бревна на берегу не останавливают любителей опасного купания. Откуда я знаю, что здесь запрещено купаться? Знака нет. Напомним, единственное организованное место для купания Елабужан – это городской пляж. Здесь водолазами обследовано дно и организована спасательная помощь. Еще одним местом организованного купания в районе является озеро Подборное, что в лагере Буревестник. С начала купального сезона в Елабуге утонули уже три человека. Случаи происходят или от купания в неустановленном месте, или употребление спиртных напитков в нетрезвом состоянии. Ну, а дети тонут от невнимательности взрослых, от того, что за ними никакого внимания, контроля, сами предоставлены сами себе, и такие случаи имеются у нас в республике. Юлия Шабанова, Новости Татарстана. Необходимо, когда вы идете со своими родными на отдых, с друзьями, все-таки надо постараться знать, все-таки думать о том, что нахождение около воды – это определенный риск. Все равно есть, потому что неизвестно, что там, может, какие-то холодные течения могут быть, человек может судороги схватить, какие-то опасные предметы могут быть. Поэтому все-таки надо быть бдительным и не забывать думать о ближнем. Все-таки контролируют, держать всех на зоне доступа, чтобы видеть. Пока у нас действительно купальник сезона лета продолжается, вот предстоящие выходные запланируйте с ребенком. Если у вас еще ребенок не умеет плавать, обучите на пляже. Там на пляже есть определенные участки, которые для детей специально. Так называемые лягушатники, да? Ну да, там метр глубина, то есть непосредственно там можно быть ребенка поддерживая уже, чтобы ребенок провыкал, чтобы у него не было паники, вот именно страх перед водой, чтобы обучить самостоятельно. Если все-таки это же не получается, обязательно нужно обратиться к инструкторам по плане, записать все-таки бассейны. Это основная задача. А вторая задача, конечно же, нужно больше разговаривать с детьми в том плане, то что если даже, например, более старшего возраста, чтобы обязательно предупреждали, что вот мы, да, вот с друзьями собираемся на водоем, чтобы они обязательно предупредили и не отпускать детей от них. То есть если вы сами не можете, то есть со взрослыми. Это основные моменты. И все-таки, если даже со взрослыми, ориентировать их, чтобы они на пляже пошли купаться. Здесь спасатель, здесь медицинский персонал. Санэпиднадзор, знаете, осуществляет за качеством воды водоема, за песком, да, оборудование, знаете, питьевые фонтанчики, душевые кабины, душевые сетки. И в то же время, параллельно, значит, при организации отдыха летнего, да, у нас ведутся обследования дна водоема, чтобы спуск был некрутой, и поверхность дна, чтобы не был иловый, да, чтобы там водоема, водоросли не росли, потому что в водоросли можно запутаться люди, человек прыгнул, да. И в то же время, вот смотрите, там было, значит, в сюжете показано, что вода родниковая, она же холодная, она еще, видимо, не успела согреться, и человек сразу горячий, прыгает в холодную воду, судороги, или же сердцебиение останавливается, и, естественно, человек может задохнуться. Не зря же знаки о запрете купания стоят, а люди во многих случаях купаются именно под теми же знаками. То есть вот это требование и по безопасности, по линии Министерства чрезвычайных ситуаций, да, и Санэпид, они ведь не зря требования предъявлены, чтобы обеспечить безопасность населения. Лично, с моей точки зрения, для миллионного города, у нас Казань является миллионным городом, и больше, наверное, уже теперь, да, конечно, 4 пляжа недостаточно. Но, чтобы оборудовать соответствующим образом, то есть в соответствии с требованиями санитарных норм, пляж должен быть, значит, во-первых, место пляжа должно быть удалено от места сброса сточных. Вот, у нас, значит, ливневки все равно еще в Казанку, да, очистные сооружения, они строятся, но все равно еще ливневки, значит, выбрасываются. Оно оговорено в ГОСТе, гигиенические требования к рекреациям называется, да, и санитарные правила, значит, охрана поверхностных от загрязнений называется. Там все оговорено, там норматив установлен, места купания, значит, должны быть удалены на 300 метров, и они должны быть выше точки сброса, да. И, естественно, сточные воды, которые выбрасываются в водоемы, они должны пройти очищение. И те организации, которые сбрасывают водоемы непосредственно, должны осуществлять производственную контуру за качественно выбрасываемых вод. Трамвай из прошлого будет курсировать по Нижнекамску. Это еще один подарок жителям и гостям города на 50-летний юбилей Нижнекамска. Сейчас в Духпо кипит работа, ретро-вагоны, которым подарят вторую жизнь, были доставлены из Казани. По задумке авторов проекта, это будет некий исторический маршрут. Много лет назад Нурлобика Халюкова была водителем этого трамвая. Говорит, увидев вагон в Нижнекамске, сразу вспомнила молодость. Как оказалось, за столько лет женщина не потеряла навыков вождения. Помнит, как открывались двери и как громко тогда звучал клаксон, словно в поездах. На этих вагонах все пневматически. И двери открывались, и тормоза, вот здесь воздушка. Был здесь ручной тормоз, надежный тормоз. Как-то для водителя, начинающего, удобный вагон был. Но в те времена это самый современный вагон. Когда-то эти трамваи колесили по улицам Нижнекамска. На их счету не одна тысяча километров перевозок пассажиров. По сравнению с современными вагонами, ретро-трамваи были меньше по размеру. Зато количество сидячих мест было больше. Это сейчас в современном трамвае места хватает всем. А вот в 80-е годы пассажиры едва помещались в этом вагоне. Бесстрашные горожане успевали залезть по лестнице и ехать до места назначения прямо на крыше трамвая. Сейчас мы называем их ретро-трамваями. Уже много лет они не выходят на линию. В 1982-м их списали в другие города. В честь юбилея Нижнекамска единственные в своем роде вагоны вернулись в город. Правда, из 39 трамваев привезли лишь два из Казани. Они остались уже в городе Казани, Хабаровске, Владивостоке и Эстонии. У меня, конечно, мечта покатать в городе первых, кто стоял из нашей эстоки трамвайного движения. Но перед тем, как выпустить такой трамвай на линию, потребуется немало времени и сил. Что-то оставим, что-то, наверное, свое будет, что-то придется обновить. Ну, мы думаем, наверное, справимся с этой задачей. Сейчас рабочие готовятся к отгрузке вагона. Делают это очень бережно. Боятся повредить старинный экспонат. К 50-летию города сотрудники гороэлектротранспорта планируют прокатить на ретро-трамвае ветеранов и жителей города. Второй вагон транспортники хотят установить недалеко от предприятия, как памятник первому трамваю. Регина Шигапова, Максим Галимзянов. Новости Татарстана. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго.